значит я честно говоря не знал какому докладу мне здесь готовится потому что я так понимаю что вы все бэчелэр сегодня стоит бакалавриат правильно есть разные а много ли среди вас биологов скажите в принципе есть математиков так остальные наверное экономисты понятно ну вот наверное я не ошибся наверное я приготовил я каждый раз время стараюсь такое приготовить чтобы был доклад общенаучный и что было что-нибудь новенькое ну вот я назвал его секвенирование от а до я не знаю насколько мы успеем дойти до я но от а мы точно должны отойти я думаю значит вот я конечно расскажу всем вам про упомянула всяком случае может это не стоит делать под войну спираль днк и имеет секвенирование по сангеру центром наверное моего выступления будет все-таки очень подробный рассказ про преми разную цепную реакцию пцр вы наверняка эти слова слышали когда к врачу ходили ну и затем я постараюсь осветить насколько возможно подробно то какие очертания этот метод секвенирования по сангеру приобрел в наши дни с учетом развития технологий миниатюризации и так далее ну наверное правильно отсчитывать историю современной молекулярной биологии от статьи оцена и крика получивших нобелевскую премию за открытие структуры днк я бы хотел задать вопрос аудитория вообще вот собственно в чем проблема то почему нельзя было так посмотреть на днк и вообще какие вы знаете методы определения структуры химических веществ спектроскопия значит вкратце облучаем вещество электромагнитным излучением определенной длины волны и смотрим как она дресса не отрезонировал поглотила на его или в общем каким-то как она взаимодействие с излучением разные молекулы по разному взаимодействие с излучением дает хороший метод но он очень плохо подходит для больших молекул как еще можно вот это ровно то же самое что делали францис крик и джим уотсон джим слева францис крик справа францис крик уже умер а джим уотсон до сих пор жив и пишет книги под названием днк гены и женщины серьезно совершенно он такой книг недавно выпустил а для того чтобы получить кристалл днк для этого нужно во первых очень много материала во вторых а это очень посмотреть на молекулу при помощи грубо говоря излучение можно только в том случае если ты излучение по длине волны намного намного длина волны излучения намного меньше чем сами детальки на которые вы можете посмотреть и тогда имея кристалл вы можете посмотреть на диффлекционную картину как мелкий корпускул разлетается сталкиваясь веществом и достаточно точно увидеть местоположение атомов революционность конечно этой работы стояла в том что они установили как именно части этой большой молекулы удерживаются оказывается они образуют двойную спираль от наверное все знаете двойная спираль состоит из цепи сахара фосфатной на которой крепятся азотистые основания пурины и перимедины аденин гуанин стазин и тимин эти азотистые основания они обладают свойством образовывать друг с другом пары аденин образует пару с тимином а гуанин с этазином это проще запомнить как я для себя в свое время такое правило выработал что круглые буквы г и c которые округлые они друг друга любят а вот а это они другие и это и есть с пункт точнее в этом и заключается основной принцип на мой взгляд очень удивительный самокопирование биологической информации если у вас есть две цепи днк которые находятся состоянии комплементарности напротив гуанина стоит цитозин и наоборот напротив аденина тимин дальше если эти цепи расплести то каждую из них можно дополнить до соответствующей комплементарной цепи таким образом информация которая содержалась в изначальной двойной спирали может быть легко скопирована следуя принципу комплементарности даже если вы в принципе можно даже себе представить что если днк в растворе при нормальных условиях расплести и добавить туда свободные буквы акции г и т в принципе ну немножко химических модифицировать тогда они спонтанно а во первых они будут спариваться соответствующими своими партнерами из уже существующей цепи и образовывать химические связи конечно такой процесс идет при нормальных условиях с очень маленькой скоростью очень маленькой низкой эффективностью возникают ошибки и всяческие коллизии этот процесс происходит ваших клетках прямо сейчас внутри вас большом количестве на самом деле конечно в клетках он происходит намного сложнее точнее он более происходит более эффективно и для того чтобы копировать днк клетки придумали такие механизмы под названием днк полимераза ну наверное это сдаваться здесь в эту картинку не очень имеет смысл значит днк полимераза это такой молекулярный механизм белок во первых который связывается с днк и помогает достроить недостающую цепь для одноцепочной днк две важные вещи которые нужно знать про днк полимеразу следующий первое днк полимераза должна уже на что-то сесть она требует двухцепочный фрагмент днк и тогда она может его достраивать это первое она не может есть просто на голую одноцепочную днк и второе она двигается только в направлении так называемая 5 4 3 штрих концу направление днк не симметричная цепь которую я показывал здесь она имеет направление и это полимераза может двигаться только в одном единственном направлении направлении от 5 4 конца к 3 6 концу все абсолютно биологические системы содержит днк полимеразу который обладает этими на фундаментальными свойствами но здесь надо заметить сразу что если вы расплетаете двойную цепь днк есть одна цепь имеет направление от 5 3 конца к 3 штрих концу а другая наоборот соответственно одна цепь копируется в прямом направлении непрерывно а другая должна как бы копироваться кусочками в обратном направлении эти кусочки называются фрагменты а казаки и с ними связаны много интересных событий приводящих к мутации ну вот возвращаясь к вопросу как можно посмотреть на днк можно посмотреть спектроскопически но много вы там не увидите наши молекулы слишком большая можно посмотреть на кристалл и но опять же предел возможностей связано с тем что получить кристалл вообще очень трудно и в этом кристалле вы увидите очень подробную информацию расположение атомов днк но при этом фрагмент днк у вас будет очень маленький я старался так сказать на пальцах показать как можно но не на кухне каш на кухне не получится а через еще такой метод исследования называется масса спектрометрия берут могли большие молекулы их ломают и ломаются они с образованием электрического заряда и затем в электрическом и магнитном поле их разгоняют и они распределяются по своей массе вот это уже ближе к тому что нам нужно потому что для днк на самом деле самым простым и эффективным способом анализа является так называемый гель электрофорез молекулы днк разной длины будут в геле но я не выгодишь только гель это как бег с препятствиями значит соответственно бегуны разного размера будут бег с препятствиями проходить с разной скоростью самые маленькие будут двигаться быстро в этом деле а самые длинные будут двигаться дольше всего поэтому так вот выглядит статьи инструмента лек для гель электрофореза значит это такая ванночка в ней прикладывают электрическое поле обычно около 100 вольт создают гель эту среду с препятствиями дальше верхнюю часть этого геля в окошечке такие помещают образцы и запускают запускают электрический ток при этом разные молекулы днк начинают двигаться с разной скорости как я сказал самые короткие будут двигаться быстрее всего то здесь внизу будут самые короткие есть будут самые длинные они пойдут позже поэтому если у вас в смеси если у вас был образец днк в котором было например а были молекулы двух разных длин вы увидите как две полоски на таком деле надеюсь вот понятно боль того размер можно даже точно определить если у вас есть некий стандартный образец если у вас есть молекулы днк с известного вам размера вы можете их тоже запустить и увидеть на каком уровне находится ваши те которые вы изучаете казалось бы все очень просто оказалось да ну здесь конечно сказать что вы можете разделить молекулы по размеру однако по последовательности по составу вы их разделить не можете вы знаете что они всего лишь одного и того же размера но оказывается этот метод можно приспособить для того чтобы просто читать последовательность днк именно об этом я сейчас расскажу насчет называется метод диоксинуклеотидов здесь немножко химии нарисован нарисован кусочек молекулы днк каждый этаж в этом здании это один нуклеотид нуклеотид крепится к углеводному основанию к пентозе и все эти пентозе соединяется между собой сахар поставки они соединяются весовой пасфатными группами при этом для того чтобы они соединялись вот это кстати вот это есть пять штрих конец а это есть три штрих конец значит а три штрих конце есть гидроксильная группа и через эту гидроксильную группу так и соединяется молекула но представим себе что мы смешали в одной реакции следующий ингредиенты во первых днк во вторых вот я не забыл сказать когда говорил про репликацию что я упомянул что д что днк полимеразе для того чтобы продолжить достраивать цепь до комплементарные и нужен некий начальный фрагмент он будет называться праймером праймер это короткая последовательность обычно синтезировано химически а с которой мы будем всегда начинать поэтому праймер но представьте себе что у вас есть все ингредиенты для того чтобы достраивать вторую цепь днк у вас есть сама днк у вас есть праймер у вас есть полимераза у вас есть свободные буквы а г ц и т и представьте себе что у вас одна из букв есть только у нее а вот это и вот нет гидроксильной группы то есть как только цепь будет достроена дальше она продолжаться не может ну и вот представьте себе что вот это ваша днк и вы начать до строить вторую цепь ночно против c станет г напротив г в станет цена против cg напротив gc и дальше важным моментом является то что этот испорченный нуклеотид это как из конструктора лего деталька только у которой нету пимпочки он присутствует здесь смеси в очень маленьком проценте 1 процент приблизительно значит если вам попадется вот это вот дефектная буква а то на этом синтез вашей молекулы закончится она молекул то много поэтому могла попасться не дефектная буква нормальный дальше вы будете идти до тех пор пока вам не встретиться следующая буква а и там у вас может опять же синтез оборваться или продолжится и таким образом и устроено секвенирование по сангеру это нобелевская премия 80-го года фредерик сангер кстати лауреат 2 новелевских премий первую за он получил закрытие структуры инсулина вторую за разделил а за открытие этот метод секвенирования значит представим себе что у вас есть ваша днк праймер и вы у вас есть четыре пробирки в одной вы в одну вы добавляете все четыре буквы но в ней есть дефектный буква а дальше дефектный буква c дефектные букву д го и дефектной буква t и дальше глядя над значит соответственно если вы их одновременно разгоните в одном и том же деле ты вы увидите что первый раз терминация произошла на букве g� затем терминация произошла на букве c терминация на букве t и так далее то есть читая глядя на полоски в гели и на размер этих фрагментов Посмотрите, вот здесь даже видно, что размеры этих фрагментов соответствуют положениям букв T в вашей исходной последовательности или вот этих испорченных букв A. Поэтому, глядя на них, вы можете понять, где в вашей последовательности находилась T. Соответственно, если у вас есть такие четыре пробирки, и в каждой своя испорченная буква, глядя на них, вы можете восстановить последовательность, просто глядя на полосочки в геле. Вы со мной? Сложно? Трудно? Нетрудно? Скажите, кто из вас знал это раньше? Ну, не многие, так я и думал. Конечно, в наши дни сегвинирования по Сенгеру делается немножко иначе, не нужно делать никакой гель, точнее гель существует, но это так называемый капилляр, и вместо того, чтобы делать четыре дорожки, можно смешать все в одной дорожке, просто к буквам прикреплять краски разных цветов, и тогда можно наблюдать выход этих отдельных фрагментов. На детекторе лазерном, просто как пики определенных цветов. Здесь сразу делается понятно, какие есть у этого методы ограничения, какие есть идеи по этому поводу. Нельзя длинной цепочки. Почему? Ну, во-первых, здесь есть два фундаментальных фактора. Первый. Есть такая вещь, как геометрическое распределение числа успехов до первого попадания. Значит, у вас в одном проценте молекул случился обрыв здесь, значит, 99% дожил до сюда. От них 99% дожил до сюда. Соответственно, чем длиннее молекул, тем просто они будут кончаться, их будет не хватать. Будет происходить обрыв раньше, и вы просто не будете их видеть. Это, во-первых, то есть это по сути методы так, а во-вторых, потому что так устроен гель, к сожалению. Дело в том, что когда в нем движется ДНК, ее расстояние, которое она прошла, пропорционально ее размеру. Ну, условно говоря. А также пропорционально длине молекулы дисперсия. Поэтому, начиная с некоторых длин, эти дорожки начинают перекрываться, и вы уже не можете разделить. Вы уже не можете понять, где была какая буква. Иначе, говоря, эти пики начинают с какого-то момента делаться слишком широкими, и вы уже не можете понять, где что. Производительность. Я тут составил, вернее, взял таблицу, забегая вперед с некоторыми другими методами, сравнил. Конечно, вот я лично работал на таком приборе, на котором был действительно 96. Это такой гель, такое стекло. Вы на него заливаете гель, закрываете другим стеклом, оно там застывает. Там есть также 96 дорожек, и этот гель, это стекло вставляется в машинку. И дальше детектор определяет цвета буквы. Значит, всего такая машинка может взять 96 реакций. Ну, это, к примеру. Значит, производительность такой машинки в количестве оснований, в количестве букв, которые можно прочесть, ну, в общем, не больше тысячи. Работает она достаточно долго и берет на вход достаточно большое количество образца. Ну, этот метод до сих пор используется, естественно. Ну, в наше время вот те методы, о которых я сегодня буду позже говорить, они работают, может быть, дольше по времени, зато они, и они, может быть, сочетают меньше, зато их производительность, они могут одновременно, параллельно сделать колоссальное количество таких реакций. То есть здесь даже нет никакого значения для количества дорожек, выход их труб, то есть производительность в несколько сот тысяч раз больше, чем производительность обычного гель-электрофореза. Теперь полимеразная зацепная реакция. Это вот сейчас нужно немножко... То есть я старался сделать так, чтобы вы сегодня из лекции что-то вынесли. Ну, вот давайте. Значит, полимеразная зацепная реакция. Ну, во-первых, это замечательный человек Керри Малис, и, по-моему, с кем-то еще он эту премию разделил в 93-м году, но я считаю, что это изобретение великое абсолютно. И даже те, кто считает, что они его понимают, давайте мы разберемся сейчас поподробнее, как оно работает. Значит, полимеразная зацепная реакция нужна для селективной амплификации определенного фрагмента ДНК. Значит, когда эту реакцию запускают, смешивают, во-первых, двухцепочечную ДНК, который называется шаблоном. Так называемый прямой праймер — это кусок последовательности, который комплементарен, соответственно, синей последовательности в области А. Так называемый обратный праймер, который комплементарен черной последовательности в области В. Туда добавляют буквы А, С, Г, И, Т, ну и, соответственно, полимеразовый буфер. Прямо так вот сидят пипеточки и добавляют. Важно помнить, что праймеры, эти короткие синтетические последовательности, комплементарные к вашей исходной ДНК, вы их выбираете, вы решаете, какой вы собираетесь амплифицировать регион, они добавляются в большом избытке по отношению к шаблону. Значит, первый раунд ПЦР состоит в следующем. Во-первых, эту всю смесь нагревают до 95 градусов, при этом происходит денатурация. Вообще, если спросить себя, что такое ДНК физически, ДНК это кристалл, это белый сухой порошок, если его выделить. У него есть своя температура плавления, она вот как раз в районе 95 градусов, происходит плавление ДНК, и цепи расходятся. Затем происходит ренатурация, цепи охлаждают, но поскольку... А, у меня вот здесь есть. Как здорово. Значит, но поскольку... Итак, сначала догрели до 95 градусов, потом начинаем охлаждать, но поскольку праймеры находятся в большом избытке в нашем растворе, скорее всего, каждая такая длинная молекула встретит в себе компаньон, а не ту, с которой она разошлась, а маленькую последовательность праймера. Соответственно, в районе Б к черной последовательности сядет вот такая маленькая штучка, а в районе А комплементарно к синей сядет вот такая. Дальше температура реакции становится такой, чтобы полимераза могла достроить молекулу до конца. И так всякий раз, когда мы это будем видеть, эта последовательность будет достраиваться до конца шаблона, то есть влево до конца, а здесь вправо до конца. Это называется элангация. Теперь то, чем мы будем заниматься, мы будем эти три шага, денатурация, анилинг и элангация, повторять много раз. Смотрите, что происходит. Первая денатурация. У вас было два типа продуктов. Ну, конечно, у вас была еще исходная молекула, но, скорее всего, у вас уже и не осталось после первой денатурации. У вас есть вот такой вот первая целая, а вторая вот до этой точки. И наоборот, нижняя синяя целая, а вторая только начиная вот с этого момента. Дальше вы их… Они у вас разошлись. Дальше они встретили каждый своего праймера. Значит, здесь вот сюда вот села синяя, сюда села черная, сюда села синий, сюда села черная. Дальше произошла элангация, и они достроились до конца. Значит, то, кто сел сюда, синий достроился вот до сюда. Теперь вот на эту синюю последовательность села черная, она смогла достоиться только вот до этой точки, правильно? А это вот синий, она так и была. Теперь что здесь случилось? Значит, вот сюда села синяя, она достроилась до сюда. Это достроилась до конца. Вот, собственно, что я и рисовал. Синий достроился до сюда, а черный достроилась до конца. Двигаемся дальше. И вопросы? Да. Абсолютно. Она специфична куску последовательности. Ну, это то, что вы хотите, это вы, ее выбираете вы. Это регион, который вы выбираете по вашему желанию. Вот ваша задача амплифицировать, то есть размножить определенный кусок, фрагмент ДНК. Он определяется уникально, даже не идентификатором, а просто той последовательностью, короткой, которая там живет. Значит, это хороший очень вопрос. Значит, место посадки праймера определяется его последовательностью. Эта короткая последовательность обычно около 20-25 нуклеотидов синтезируется химически при помощи специальной машины. Вы, зная исходную последовательность, вы можете сказать, что я хочу вот этот вот, вы знаете, какая у вас последовательность ДНК, вы можете подобрать, вот я хочу конкретно это место в ней, вы из нее берете 20 нуклеотидов, смотрите, что с ним должно связываться комплементарно, и синтезируете. Следующий шаг. Вот у вас получился такой продукт. Произошла денатурация, они все разошлись. Дальше аннилинг. Значит, сюда сядет синяя, и будет она потом достроена до конца, сюда сядет черная, и будет она достроена досюда, сюда сядет синяя, и будет достроена досюда, сюда сядет черная, и будет достроена досюда. То же самое здесь. Сюда, сюда, сюда и сюда. Вот что получается. Давайте подведем некоторый баланс. У вас была самая исходная большая длинная молекула черная. Ее слева до конца, а справа не до конца. Их таких было две. Но в данном случае их уже три, потому что на каждом шаге образуется одна новая. Вот эта синяя длинная большая и черная полуоткрытый интервал. Слева она с вашей точки, а направо до конца. Их тоже три. Посмотрим, сколько черных. Черных стало четыре коротких. И синих коротких стало четыре. Можно этот процесс продолжать. Давайте для происходя натурации и так далее. Я тут привел некую табличку, в которой я на каждом раунде записал количество молекул каждого фрагмента. Во-первых, это исходная молекула. Вот она, большая, длинная. И ее напаркнется. Вот они здесь. Дальше. От точки А до конца. От точки А до точки Б. И соответственно их комплименты. От Б до А. От Б до начала. И от конца к началу. Значит, изначально у вас была одна молекула длинная, черная, и одна синяя, тоже длинная. Потом на первом раунде у вас образовалось, отсюда была синтезирована вот эта. Вот она появилась здесь. И отсюда была синтезирована, извиняюсь, отсюда была синтезирована черная. Вот она появилась. Значит, в принципе, можно понять, что число, которое появляется во втором ряду, оно является суммой вот этих двух чисел, которые стоят слева от него и сверху. Точнее, если уж быть, эти таблицы будут симметричны по очевидным причинам. Значит, вот того, которое стоит слева, это то сколько было таких молекул плюс еще вот от этой происходит каждый раз на ее например вот это было черная она синтезировалась от этой большой синей молекулы пролились нуждать вот это число плюс вот это что мы веду симметрии вот эти два и так можно понять что с количеством увеличением количества раундов это концентрация будет расти линейно теперь количество вот этих коротких фрагментов откуда появляется например вот такой короткий фрагмент во первых он появляется в каждый раз число стоящие в данной клеточке является суммой предыдущих вот это 4 является суммой предыдущего это сколько было до этого у нас одна была плюс вот на этой молекуле синтезируется такая же короткая то есть вот этого числа и еще какого еще отсюда синтезируется короткая является суммой вот этих 3 4 это один плюс один плюс два аналогично 11 будет 4 плюс 48 плюс 3 это 11 дальше 22 плюс 4 до 26 совершенно ясно кто в этой игре выигрывает в этой игре будет выигрывать вот эти вот короткие фрагменты расположены между праймерами если вы сделаете 40 раундов полимеральной цепной реакции у вас вот таких молекул станет 40 раз больше а вот таких молекул вас станет 2 в 40 раз больше понятно кого больше значит это и называется ну конечно с увеличением с обычно на практике применяют около там от больше более 30 циклов полимеральной реакции и концентрация короткого продукта возрастает экспоненциально это не означает что более вот этих минорных продуктов там не будет они там тоже будут но в очень-очень маленькой концентрации применение реакции пцр абсолютно безграничные это одна из самых базовых те лабораторных техник по часть статей использования она даже опережает секвенирование но я бы сказал так на вскидку раз в 10 то есть человек работающей лаборатории 10 раз делают пцр один раз делать секвенирование его можно употреблять для разных целей например для селективной амплификации днк если вам нужно выводили вас очень мало днк вы можете и размножить таким образом вы можете смотреть на генетические маркеры например мне нужно загнуть свой геном посмотреть какое у меня расстояние между определенными последовательности в геноме она может быть индивидуально у каждого человека вместо того чтобы секвенировать саму последовательность что дорого и не всегда возможно я могу посмотреть на расположение маркеров и собственно на мир так работает анализ на отцовство по маркерам количественный анализ это все можно делать количественно можно просить полимеразу когда она едет по молекуле отщеплять определенные химические вещества и тогда каждый раз когда она проехала она будет его отщеплять и по количеству отщепившегося можно облицко украсано проехал то и сколько у вас было молекул можно смотреть на пациент реальном времени можно делать генотипирование клапирующим приложений очень много теперь как это превратилось то что мы имеем сейчас под названием высоко производительность секвенирования на самом деле принципиально высоко производительность секвенирования от метода секвенирования пасан герой очень далеко не ушло здесь нам сказать несколько важных камин делать несколько важных комментарий во-первых метод секвенирования пасан герой использует гелико фаре с принципиально того же самого результата можно добиться не используя для фары с а просто но принципом называется секвенирование секвенсин basin то есть каждый раз вы И когда секвенируете, вы просто строите вторую цепь и смотрите, что у вас там появляется. Можно использовать химические вещества, которые обладают принципиально тот же самый принцип. То есть это принцип терминации. Вы что-то синтезируете, но где-то обрывается у вас синтез второй цепи. Этот процесс можно сделать обратимым. И более того, его можно сделать контролируемым, пришивая химически к этим нуклеотидам определенные красители. И тогда можно не морочить голову с гелем, а просто делать это при помощи обратимых терминаторов. То есть сухая выжимка того, что я хочу сказать следующее, что можно делать секвенирование, не прибегая к гель-электрофорезу, просто используя красители. Именно этим воспользовалась компания Illumina, разработав свой sequencing by synthesis с использованием этих обратимых терминаторов. У этой компании ноу-хау заключается в следующем. Во-первых, она использует подложку, на которой химически эквивалентно пришиты праймеры двух типов, желтый и зеленый. Затем ДНК, которую они хотят исследовать, нарезают на маленькие кусочки и тоже к ним пришивают зеленый и желтый праймеры. Так что зеленый может взаимодействовать с зеленым, а желтый только с желтым. И они эту ДНК наливают на подложку, содержащую вот эти вот хвостики, в очень низкой концентрации. Таким образом, что в одной точке живет одна и только одна молекула. Конечно, можно было бы устроить sequencing by synthesis дальше, просто смотря на это. Но, к сожалению, концентрации не хватает. Слишком маленькие эти молекулы, этой краски ее не видно никаким образом. Микроскоп. Поэтому происходит следующее. Происходит ПЦР. ПЦР происходит именно таким образом, что молекулы, которые содержат в себе... Значит, раунд полимеральной цепной реакции, просто он распределяет следующим образом. Вот у вас была молекула, которая связалась с желтым праймером. Дальше она была достроена. Дальше это нагревают, и она другим своим концом цепляется за соседнюю и так далее. Происходит локальная амплификация ДНК на подложке. Таким образом, вы изначально капнули сюда ДНК, так что молекулы сели друг от друга очень далеко. Затем, запустив этот раунд амплификации, у вас получается, что в каждой точке выросла целая колония идентичных молекул. Целая колония. И дальше к ним можно применить метод секвенирования sequencing by synthesis. Таким образом, каждый раз, когда вы считываете следующий амплиотид, он у вас оказывается чем-то вроде точки, чем-то вроде разноцветных точек на этой пластинке, которые фотографируются. То есть у вас получается, что у вас есть столько образцов, сколько у вас есть точек на этой пластине, сколько их село этих молекул, столько вы сможете видеть. И по изменению цветов этих точек вы можете понять, какая была последовательность. Как я говорил, производительность технологии Illumina позволяет получать сотни миллионов рид за прогон. То есть каждая такая пластина, а точнее даже ее часть, она вам вместо одной последовательности, вместо одной ДНК, вам может прочитать о последовательности 100 миллионов. Это 10 в 8 степени. Правильно? 100 миллионов. Да. Вот во столько раз увеличивается производительность. Это и есть высокопроизводительный метод. Он не единственный, сейчас разрабатывают другие, о них тоже скажу. Теперь я скажу, каким задачам это можно применить. Ну, во-первых, это секвенирование РНК. Ну, здесь я уже не буду, так сказать, давать биологических экскурсов, кроме того, что я скажу, что на самом деле информация, заложенная в ДНК, это, так сказать, жесткий диск, а считывается с него эта информация, переводится в РНК, которая затем процессируется, на основании этой информации строятся белки, и управляется, РНК управляет очень многими биологическими процессами в клетке. Вот, соответственно, можно выделить не ДНК, а можно выделить и РНК, можно при помощи обратной транскрипции ее обратно превратить в ДНК, и понять, сколько какой РНК было, какие, вот то, что Михаил Сергеевич прошел в своей презентации, согласно, насколько гены активны или неактивны, это определяется количеством копий РНК, которые с этих генов снимаются. Вот это количество копий можно определить. Об этом вам более подробно расскажет Паша Мазин во вторник. О том, что можно сделать с РНК. Что можно сделать, кроме РНК? Ну, здесь, конечно, ваша фантазия, можете ее никак себе не ограничивать. Итак, в наших руках есть инструмент, который, значит, вы ему даете огромное количество коротких молекул ДНК, он вам может за один раз считать последовательности в количестве 100 миллионов штук. Что с этим можно сделать? Куда бы это можно было приспособить? Ну, вот есть так называемые, это я их собрал, они называются, в общем, пулдаун эксперименты. Пулдаун эксперименты — это когда вы что-то за что-то тащите. Иммунопрецепитация — один из самых распространенных методов. Он основан на том, что он основан на специфическом взаимодействии антитела с антигеном. Предположим, у вас есть антитела. Антитела — это знаете, что такое антитела, да? Антитела — они... Ну, я не хочу здесь как бы отходить в сторону, тем не менее скажу все равно коротко. Значит, у каждой детали, к каждой детали биологической машины, там, будь то белок, РНК, ну, в общем, какая-то молекула большая, к ней можно подобрать зеркальный слепок, такую другую молекулу, которая к ней, с ней связывается, с ней только с ней, ни с какой другой. Она... Принцип взаимодействия как ключ в замке. Да? Вот. Не каждому антигену можно подобрать антитела, точнее, не каждому антигену антитела доступно, но тем не менее их есть огромное количество в настоящее время. Можно, если вы хотите, например, из раствора выделить какой-то конкретный белок, вы можете подобрать к нему антитела и за это антитела потянуть, да? Антитела свяжется с вашим белком и вытащит вместе с вашим белком. Поэтому есть иммунопрецепитация индивидуальных белков. Таким образом, можно изучать, например, белковые комплексы. Если два белка взаимодействуют, вы за один потянули, а второй к нему был привязан, то второй с ним тоже выводят. Но это нам, наверное, мало интересно, потому что нам интересно вытягивать что-то такое, что можно секвенировать потом. То есть нам нужно интересно вытягивать ДНК, последовательную нуклеотидную. Поэтому нам, наверное, более интересно вот то, что здесь написано, иммунопрецепитация хроматина. Значит, есть белки, которые связаны с ДНК, нас интересует, где именно они там связаны. Если в ло-труппу был метод футрендинга, то здесь как раз нам помогает высокопроизводительное секвенирование. Сейчас же скажу, значит, принцип какой? Мы хватаем, берем антитела какому-то определенному белку, который связывается с ДНК. Хватаем, тянем, вытягивается этот белок и та часть ДНК, к которой он был привязан. А дальше это можно секвенировать. Можно хватать не ДНК, связывающие белки, а можно хватать РНК, связывающие белки. Можно хватать, например, в частности, можно хватать не просто РНК, связывающие белки, а можно, например, хватать за части ревосомы смотреть какими какие рнг с ними связаны в принципе в чем еще раз значит из клеток выделяют ядра в это в этом ядре плавает хроматин днк намотаны на белки затем для надежности для эти днк и белки их крошлинг это по-русски сшивают сшивают их при помощи формальдегида и при облучении светом не очень вредный для белков длины волны они оказываются между собой химически связаны эквивалентно уже они друг от друга никуда не могут деться при этом возникают некоторые артефакты но это же другой вопрос затем днк режут и остаются только те части которые оказались связаны с белками затем при помощи антител можно специфические белки из этого раствора вытянуть ровно те которые вам интересны вытянуть вот не данном случае у меня были антитела к синему белку желтый не по ней не будут осаждаться будут осаждаться только синие вот я их вытянул и дальше я при помощи другой химической реакции обратимо эта реакция кросслингинга она была обратим ее можно обратить при этом выделиться формальдегид и нужно облачать другим другой длиной волны и тогда в вашем распоряжении окажутся те участки днк с которыми ваш синий белок был связан дальше вы можете их секвенировать и посмотреть откуда они были родом в геноме а все эксперименты которые можно здесь фантазии ваши не может ограничено вы можете можете смотреть это как бы это специальные очки с помощью которых вы смотрите на то как устроены молекулярные детали клеточных механизмов вот такого такие довольно довольно своеобразные очки то есть вы чем-то хватаете не очень понятно чем что-то вытаскиваете не очень понятно что потом лишние отрезаете и смотрите на то что вы вытащили но я считаю что философски по сути это ничем не отличается от их физических экспериментов которые происходят на большом адроном коллайдере потому что как обезьяне дали в руки часы золотые швейцарские много она их раз а в стену раз а в стену это такие колесики начинают вылетать и глядя эти колесики которые туда вылетают можно хотя бы приблизительно догадываться о том из чего эти часы состояли вот также мы догадываемся где конструируя правильным образом эксперимент вы можете вы можете отвечать на в общем-то осмысленные поставлены биологические вопросы какие возможны эксперименты во первых есть эксперимент так называемый ричмен депришин то есть вы можете что-то обогащать или наоборот депришин это избавляться от чего-то например предположим что вам интересно выделить все молекулы которые являются кольцевыми для этого можно сделать использовать следующий прием но все эти приемы конечно они относятся к области химии физики биологии но тем не менее есть такая рынка за это энзим который любит есть рынка но он умеет ее есть только с конца вот если у нее нету конца ему не нашли зацепиться он ее есть не будет или будет если много меньше эффективностью поэтому если вы выйдете из клетки рынка и добавить да и рынка за р она сожрет все линейные молекулы а кольцевые не тронет это пример энричмента когда у вас произошло обогащение циркулярными рынках кольцевыми поле и selection это очень старый эксперименте о том что и критические рынка они к ним после транскрипции пришивается длинный полиадониловый хвост то есть у них геномная последовательность когда считывается к ней в конце еще пришивается а и вот за то чтобы это чтобы эти молекулы а вытащить можно придумать из-за него потянуть это ты свяжется с а комплиментарно как мы знаем и пойти ну взять этот этот это можно выдвинуть те кто был а ну наверное уже нам не очень позволяет время здесь хотя нет нам позволяет позволяет сколько нас ли да на самом деле большинство клеточный рынок вот я говорил про раны секс сигнированная рынка сигнирование рынка дело том что большинство и рынка которые клетка производят они так называемые они служат совершенно технической они ничего не кодируют они являются элементами рибосомы это инструмент для синтеза белков при этом учитывая достаточно высокую стоимость высоко производить секвенирование все-таки наверное не очень хочется тратить эту стоимость на то чтобы секвенировать уже известные рибосомальные рынка поэтому от них стараются избавиться для этого к выделенной рынка добавляют комплементарные последовательности которые селективно связывают с рибосомными рынка в избытке и их от тетровую то есть выводит их из этого образца и таким образом он оказывается rna-деплиты то есть в нем он объединен рибосомальными рынка это все равно много остается но у не так много как было изначально какие еще можно делать эксперименты есть так называемые эксперименты которые используют которые изучают трехмерную структуру опять же посмотреть микроскоп на днк нельзя вернее можно но вы увидите только тень какой-нибудь более того ну можно при помощи определенных хитростей увидеть некоторые определенные специфические последовательности в днк эти методы также используются и до наших дней так называемый fish florescent in-situ hybridization но в общем получить представление о том какие части днк находится близко каким частям днк как они между собою соотносится это в принципе получить довольно сложно кроме как использовать proximity cross-link experiments а именно можно взять днк можно ее порезать на кусочки вернее там где нет на следующем слайде кажется можно ее порезать там где она дает себя резать а потом рассказать а давайте-ка мы ее теперь сошьем но при этом не стоит надеяться на то что она они сошьются в тех же местах которых они были порезаны они сошьются в тех местах которые друг от друга не очень далеко находились таким образом мы узнаем контактную мы знаем информацию о контактах между молек между разными далеко удаленными чтями молекулы днк это называется кромосом confirmation capture можно говорить про конформацию хромас про хромас про конформацию днк в хромосоме можно говорить про карпа марка конформацию рнк такие эксперименты вот сейчас только-только начали производиться но в общем вот на этом слайде я постарался изобразить в общем то что то какие эксперименты в принципе здесь можно поставить ну во первых можно смотреть на кромосом confirmation capture можно смотреть и пытаться можно взять днк и скормить ее днк зам это энзимы которые едят днк но только не просто днк а ту которая свободная которая ни с чем не затруднена не 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 абстракты то есть она не намотана на гистоновые белки а находится в открытом доступе вот подкушать ее таким образом и потом секвенировать то что останется тогда пропущенные места вам покажут какие места были открыты это открытых хроматин называется места гиперс и гиперс и сетивности к днкзм можно тянуть за разнообразные факторы связывающие с днк можно тянуть например за антитела которые связываются с местами модификации хроматиновых белков можно ну кстати один из примеров эпигенетических модификаций то есть те которые не заложены в последности днк это метилирование днк оказывается днк кроме того что содержит об отце gt некоторые c могут быть со штрихами у них есть дополнительная метильная группа и это также можно найти антитела которые специфически связываются с метилцитозином и не связываются с цитозином ну точнее там другом смысл там смыслов химической конверсии цитозина в другое соединение но это все равно можно сделать можно брать рнк превращать ее в днк и смотреть на нее можно смотреть можно брать рнк связанную с белками тянуть антителами которые специфически связываются с этими с этими белками на рынка тянуть за них и смотреть это получаться будет робосом рыба рыба арены имена приспитейшн очень вариантов очень много количество белков и количество способов построить эксперимент и количество биологических вопросов на которые эти эксперименты могут ответить абсолютно безгранична ну к слову я хотел упомянуть я вообще думал конечно пройтись по всем методам мне кажется вы уже устанете и ваше восприятие будет замутнено поэтому я расскажу только об одном это в принципе мы двигаемся с увеличением точнее с развитием на на технологий то есть с увеличением и с развитием менять миниатюризации всего и технологических прорывов связанных с тем что мы можем регистрировать события на шкале нанометровой в принципе наверное какой-то момент будет возможно смотреть на единичные молекулы например это важно тогда когда вы делаете single cell эксперимент то есть у вас есть только одна клетка и вы хотите посмотреть на то что происходит в ней в одной это единственной клетки вы не можете вы конечно если возьмите соседнюю клетка она уже будет другая поэтому вас есть только одна молекула и чтобы такое с ней могли сделать вот мы если у вас есть одна молекула это технология single молекулы real time сокращенно с мрт американцы очень любят smart значит а ну здесь соответственно несколько технологических прорывов было совершено во первых можно и мобилизовать молекулу нуклеиновой кислоты в таком маленьком алюминиевым колодце и держать этом электрическим полем так что она там будет держаться одна и одинешенько это во первых во вторых на дно этого колодца можно посадить молекулу днк полимераза которая будет изготавливать и копию то есть будет делать секвенирование sequencing by synthesis это во вторых и в третьих конечно есть в ресцентные буквы которые можно наблюдая за которыми использует эти обратимые терминаторы можно смотреть какая буква куда присоединилась то есть наблюдая используя вот эту всю мы будем называть это волшебную химию с обратимыми терминаторами используя эту волшебную химию волшебный колодец и волшебная модифицированную полимеразу наблюдая за эмиссией свет из этого колодца мы можем в принципе ну не очень точно но мы можем глядя на эти сигналы можем видеть что здесь была буква c потом пошла буква а и так далее в общем есть некий сигнал который мы можем научиться обрабатывать конечно этот сигнал очень 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 шумный здесь нам приходит на помощь статистика дело том что если молекулу которую вы изучаете если не прижить такие кольцевые адаптеры что можно сделать всегда тогда это полимераза она будет ее проходить и но она и будет проходить несколько раз и даже шумный сигнал за одно прочитывание может сделаться уже нам менее шумным если вы прочтете и 5 6 7 8 10 или 20 раз значит таким образом приживают специальные кольцевые адаптеры к двухцепочные днк они обладают свойства что они во первых содержит некоторые сигнальные последовательности которые можно сами все просто определить до глядя на вот световой сигнал и потом запускают этот процесс в таких условиях что каждая молекуа днк прочитывается не один раз а много раз поэтому если вы прочли и увидели здесь c и а но были не уверены в том что это c и а на следующем раунде если вы снова увидите c и а вы уже будете больше уверены тем не менее это очень шумная технология пока еще надо или к совершенства преимущество ее в том что она позволяет читать очень длинные последовательности вот но это развивающийся отрасль есть также технологии связанные с на напорами когда днк протаскивают через на напору и наблюдают за величину электрического тока и глядя на сигнал этого электрического тока можно приблизить ты понять какие нуклеотиды проходили через пору есть эмульсионные методы когда ну вот это все это все в духе конечно технологии когда можно сделать взять этот процесс и теперь его еще мульти мультиплекс мультиплекс и заводь можно взять например вот эту технологию иллюмины и и мультиплекс и заводь следующим образом когда вы полимеральную цепную реакцию запускаете не вообще не по отношению ко всем вашим молекулам а вы берете ваши молекулы длинные молекулы помещаете их в эмульсию таким образом что в каждом пузырьки эмульсии у вас будет среднем 1 молекула но в таких условиях когда очень разбавленных условиях и затем в каждом таком пузырьке происходит своя реакция амплификации там можно пришить определенные метки к этим молекулам и понимать что вот эти маленькие кусочки которые у меня получились они пришли из одного и того же пузырька значит они пришли из не очень далеко лежащих кусочков генома очень массовых ухищрений имеется здесь на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание слушай ваши вопросы